Посетители от 0 до 10 класса. И каждый возраст есть чем зацепить. Центральная детская библиотека обживается в новом помещении и с удовольствием принимает увлеченных читателей. Библиотека уже работает в обычном режиме, то есть проходят массовые мероприятия, проходят индивидуальные какие-то встречи с читателями, обслуживание читателей и выдача книг. У нас сейчас уже работает театральная студия. Сейчас, в принципе, на подходе открытия кружка английского языка. Думаю, что это не конец. У нас уже приходили педагоги, которые хотели бы в нашем помещении проводить различные занятия. Мы вывешиваем объявления. В принципе, те, кто приходит к нам за книжками, с большим интересом эту информацию воспринимают. Мы любим сюда ходить с подругой, почитать книжки, порисовать. Тут очень много места, тут можно заняться любимыми делами. Стало гораздо комфортнее, большой ассортимент книг, больше их стало. И есть что выбрать, почитать. 28 тысяч книг, журналов плюс аудиоматериалы. Новая библиотека просторная, яркая и уютная. Есть что почитать, где поиграть, заняться арт-терапией и общественным взаимодействием. Нам очень нравится Imaginarium, очень интересная игра, тут на фантазию. Есть еще разные другие игры, такие как Лото и что-то похожее. Вообще очень уютно стало в новой библиотеке. Как часто приходите и с кем обычно? Часто приходим с братом, с мамой можем прийти, берем книжки, читаем. У тебя какая любимая игра? Ну вот у меня это, Диксит. Ну это похоже на Монджинар, только там правила такие же, только там зайчики вместо таких вот сонников. День в среднем сейчас нас посещает не настолько много, как на старом месте, да, то есть примерно где-то 60-70 человек в день. Это не считая, скажем так, массовых мероприятий, это именно те, кто приходят сюда индивидуально, в читальный зал или на абонемент. Вот. И плюс еще те, кто приходят на массовые мероприятия. Я посещаю библиотеку почти что каждый день после школы, все время мы сюда приходим. Люблю читать, ну и все такое. Насколько удобно вам и все продумано здесь? Здесь продумано все хорошо, но то, что здесь книжки очень интересные и комфортные, здесь много мест. Для того, чтобы записаться в нашу библиотеку, нужно, в принципе, немного, а нужно паспорт, с которым придет мама или папа записываемого ребенка. Дело в том, что ни бабушки, ни дедушки, дяди, тети, они не являются материально ответственными лицами за своих детей, поэтому записываемые только по паспорту мамы или папы. Гаджеты гаджетами, но в современной библиотеке есть чем заманить юных читателей. Здесь удобно, интересно и здесь друзья. Путь книги начинается с познания самого ребенка, и его увлечения тоже могут помочь в этом. Знание того, во что играет ребенок на компьютере, очень помогает как раз при подборе книг, потому что те, кто у нас приходили любители, там, Ассасин Крит и так далее, да, с удовольствием брали у нас книжки, которые, например, о Флоренции 16 века, да, Леонардо да Винчи. То есть всегда можно найти какие-то книги, которые отвечают интересам ребенка. То есть если кто-то в танчике режется, да, они у нас с удовольствием берут журналы, боевая техника, книги по истории Великой Отечественной войны. Нам не нужно чего-то глобального для того, чтобы зацепить ребенка и дать ему хорошую, нужную книжку. Очень нравится нам наша библиотека, а после ремонта так вообще очень замечательно все. Тебя заставляют ходить или сама? Сама хожу. Что больше всего нравится? Ну, мне больше всего нравится то, что тут уютно, есть где посидеть, почитать книжки, поиграть тут можно. Просрочек не бывает по книгам? Нет, мы стараемся без просрочек, потому что понимаем, что желающие почитать, особенно когда какие-то олимпиады сейчас проходят школьные, да, то есть одну и ту же литературу много, поэтому стараемся сдавать все вовремя. Учебную литературу или для себя тоже? И то, и то. То есть и такую, и такую, то есть в зависимости от сезона, потому что мы и летом тоже книги берем. Книжки мы выдаем на две недели, книжки можно продлить, позвонив по телефону. У нас есть специальные визиточки, на которых написан наш телефон, написан наш график работы и даже группа ВКонтакте. Теперь у нас здесь есть, так что можно будет еще и там с нами пообщаться. И если позвонить к нам по телефону, когда подошел срок сдачи книг, мы продляем еще на две недели, книжки можно таким образом держать два месяца, потом книжки обязательно надо сдавать. Быть проводником к доброму, мудрому и вечному, да, но и в то же время показывать существу, которое растет, то, что к этому доброму, ну, доброму вечному, в принципе, стоит стремиться, что это действительно полезно, это действительно хорошо, это действительно здорово, потому что нравоучений детям хватает и так, да. В принципе, библиотека – это место, где учителя стоят на полках. Наше дело – просто познакомить ученика и учителя. В принципе, больше мы перед собой цели не стали. Всю информацию о работе библиотеки можно найти на страничке ВКонтакте. Читайте, увлекайте детей и все вместе за абонементом. Андрей Милентьев, Алексей Гущин для программы «Городские вести».